Конституция – гарант моих прав и свобод. Сегодня, 12 декабря, в стране отмечают День Конституции России. В течение 11 лет он был выходным, но в декабре 2004 года Госдума приняла ряд поправок в Трудовой кодекс. С тех пор памятный день не считается выходным. Сегодня во многих городах страны организованы различные мероприятия, посвященные главному правовому документу. С Конституцией познакомились и ребята во Всероссийском детском центре «Орленок». Об особенностях основного закона страны, ее истории смотрите в нашем следующем сюжете. Сегодня для всех школьников России проходят уроки правоведения, круглые столы тематической презентации. В «Орленке» на ежегодно традиционной выставке ребята со всей страны знакомятся с историей возникновения главного документа нашего государства, его структуры и значения. Этот документ очень важен, потому что люди, они бы не знали, какие правила нужно соблюдать, что нужно вообще делать. И у нас был бы беспорядок в стране, если бы не было этого закона. Каждый гражданин России, даже тот, кто ни разу не открывал Конституцию, знает, что именно с нее все начинается в стране. Без нее невозможно представить вступление в должность главы государства. Каждый из трех президентов Российской Федерации приносил клятву верности народу и России. Основной закон возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и свобод человека и гражданина. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина». Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненная золотом надпись. Так выглядит экземпляр номер один основного закона страны. Он хранится в библиотеке главы государства в Кремле. За последние сто лет Конституция 1993 года по счету пятая. Старт законотворчеству дала революция 1917 года. В 1918 у молодого государства появился первый основной закон. Современная действующая Конституция была принята 23 года назад, 12 декабря на всенародном референдуме. А 25 декабря новую Конституцию публикует в российской газете, после чего документ официально вступает в силу. «Права граждан, которые закреплены в этом законе официально, они важны для каждого гражданина, потому что мы с ними сталкиваемся каждый день. Это гражданские права гражданина на любые, доступ к образованию, например, бесплатному. Это права граждан на доступ к муниципальной службе, права граждан на доступ к выборам, соответственно. Права граждан на проживание в каких-то определенных регионах, свободу передвижения. То есть это все принципы, которые человек с каждым день сталкивается. Наизусть, конечно, знать их нет необходимости, но хотя бы раз почитать и понять, что тебе это позволено, я думаю, это задача каждого гражданина нашей страны». Сегодня в главном законе страны 137 статей, которые определяют главные права и свободы граждан России. За годы существования Конституции 14 раз вносились изменения. Последние, более существенные, были внесены в 2009 году. До шести лет увеличен срок полномочий президента России, до пяти депутатов Нижней палаты российского парламента. Вносились изменения и в 2014 году в связи с присоединением Республики Крым и города Севастополя. Каждое муниципальное образование, также согласно Конституции, предусмотрен свой маленький Конституцией, свой устав. В нашем поселении он также есть. Он утверждается в Министерстве юстиции, проходит регистрацию, утверждается на местном самоправлении, на сессиях депутатов. И по нему, как по Конституции, только уже в маленьком обществе живут люди в муниципальном образовании. Конституция для каждого гражданина нашей страны – это закон, который он должен знать. Ведь его знание и грамотное применение – норма современной жизни.